добро пожаловать ребята на наш очередной урок сегодня мы будем решать задачи на скорость так как вы помните у нас урок вот такой в такого форма формата я быстренько решаю задачи а вы на паузу если хотите поставьте и сами постарайтесь решать чем больше опыт тем тем больше у вас есть навыки хороший шанс что олимпиаду лучше напишите так здесь самолет летит со скоростью 864 километра час какое расстояние пролетит самолет за 12 минут так путь равен скорость умноженное на время до скорость 864 километр час умножаем на 12 минут то здесь есть два варианта либо час надо перевести в минуты чтобы сократить эти две части или минуты надо перевести в часы легче способ час часы перевести минуты легче 60 минут значит минут мне сокращается 12 и 60 сокращается 5 остается 864 делим я 5 будет 1 36 это 7 и 14 14 это 2 и 5 нет 2 и 40 это будет 8 километр вот так теперь скорость автомобиля 72 километра час а скорость ветра 5 метр секунд какова скорость ветра в системе счета связаны с автомобилем рассмотреть два случая ветер встречные и попутные так здесь можно их оба написать в метр секундах или километр часах но главное чтобы они оба одинаковы были так 72 километр час если переводим на метр секунды это будет 72 тысячи метров и в одном часе 3600 секунд так так сокращается 72 36 на 2 сокращается и остается 2 умноженное 10 до 20 метр секунду вот значит когда они попутны у нас 20 плюс 5 будет 25 метр в секунду скорость когда ветер встречный 20 минус 5 будет 15 метр в секунду здесь скорость больше становится а здесь скорость становится меньше следующая задача автомобиль и автобус движется прямолинейно и равномерно в одном направлении со скоростями 50 и 80 в начальный момент времени расстояние между ними 24 километра через какое время автомобиль догонит автобус так автомобиль едет со скоростью 80 километр в час автобус едет со скоростью 50 километр в час так между верними расстояние равно 24 километра вот такую задачу лучше решать относительно вот автобус пусть стоит на месте значит авто стоит значит мы смотрим в систему отсчета где налево 50 километров час двигается значит 80 из 80 отнимаем 50 километр в час и получается общая скорость уже направо 30 километр в час то значит относительно автобуса автомобиль его догоняет со скоростью 30 километров в час это нам нужно время время это расстояние 24 километра делим на 30 километр в час километра сокращаются 24 делим на 30 часто один час это 60 минут 60 30 сокращаются остается 2 умноженное 24 это 48 минут минут значит через 48 минут догонит четвертая задача пассажир прогуливаясь по перрону замечает что мимо трех вагонов он проходит за время два две минуты длина одного вагона 25 метров определите скорость пассажира и время в течение которого он пройдет мимо всего поезда состоящего из 24 вагонов скорость нам надо найти да вот три вагона это сколько метров три вагона каждый вагон 25 метров значит три вагона будет 75 метров он проходит за две минуты скорость равен расстоянием делим на время две минуты значит но вместо минуты давайте используем секунды так 60 секунд так здесь 75 и 60 делим на 15 здесь получается 5 здесь 4 5 делим на 8 метр в секунду ну это примерно сколько 12 5 умножаем на 4 так 25 50 и 62 и 5 62 и 5 ой извините 0 целых 625 тысячных метр в секунду так ну это точно но это не приближенно теперь время за которое он проходит 24 вагонов 24 вагонов его можно было по идее решить вот таким образом 3 вагона 2 минуты до пропорция 24 вагона сколько минут так легче по идее а можно через скорость умножаем на время равен 24 умноженное 25 вот здесь т равен 24 умножаем на 2 делим на 3 минут минут значит 16 за 16 минут проходит или через скорость вот так так расстояние будет 24 умножаем каждые 25 метров равен время умноженное вот так дробными числами писать здесь удобнее метр в секунду метр метр сокращается 525 здесь будет пятерка время равен так это пропорция поэтому 24 умножаем на 5 это 120 умножаем на 8 120 умножен 120 это 2 минуты это 2 минуты до 2 умноженное 8 минут это 16 минут мы перевели 120 секунд 2 минуты следующая задача катер отплывает от пристани находящийся на берегу озера и через 15 метров его скорость становится равной 10 метр в секунду так на берегу озера значит его скорость 10 метр в секунду постоянная скорость значит можно так написать 15 это его координата и 10 умноженное т его скорость короче начальная координата и скорость так теперь через 20 секунд 20 секунд это будет 15 плюс 10 умноженное на 20 215 метров от пристани двигай от пристани находится катер следующая задача из города а в город б со скоростью 72 километра час выехал рейсовый автобус одновременно с ним из города б в город а со скоростью 48 километра час выехал мотоциклист а при это время место встречи автобуса и мотоциклиста города города а и город по здесь короче автобус проехал 72 умноженное т расстояние мотоциклист отсюда автобус отсюда мотоциклист проехал 48 т и сумма этих равен чему 120 километров так 72 плюс 48 это 120 умноженное т т равен одному что здесь час потому что километры сокращаются час остается вместо встречи так из города а икс расстояние из города а будет 72 умноженное 1 за 700 километра но из города б будет 48 километров следующая задача скорость катера относительно воды в н разы больше скорости течения реки во сколько раз больше по времени займет поездка на катере между двумя пристанными против течения чем по течению ну вот такая река у нас пусть есть и да вот такая и река сюда течет со скоростью иуда тогда из пристани а пристань б лодка н ю так потом на назад со скоростью они потому что н раза больше и вот так назад вернется это расстояние пусть будет л л равен когда он по течению течет у него скорость их их скорость сложится умноженное умноженное т 1 а когда против течения скорость становится меньше значит отсюда так займет против течения против течения против течения это 1 а это два значит т2 умноженное и умноженное n минус 1 равен т1 умноженное n плюс 1 ю ю сокращается т2 или на это один равен n плюс ю делим на n минус ю вот столько-то раз больше будет следующая задача по неподвижному эскалатору пассажир поднимается за 4 минут а эскалатор неподвижно стоящего на нем пассажира поднимается две минуты сколько времени будет подниматься идущий вверх пассажир по движущимся эскалатору хорошо эскалатор это по скорость пассажира в и длина эскалатора пусть будет с длина эскалатору значит когда пассажир он за 4 минуты выходит то точно также когда пассажир не двигается со скоростью ю эскалатор за 2 минуты поднимает значит вверх по эскалатору значит у их не скользко сложится за какое время поднимается с равен в плюс ю умноженное умноженное на т а теперь вместо в ию надо поставить все эти числа с равен т умноженное с делим на 4 в но минуты мы не пишем потому время будет в минутах плюс с делим на 2 ию на здесь сюда двойку отправляем значит здесь т умноженное что будет т умноженное 3s делим на 4 в ой в ию зачем мы же вместо в ию написали так просто вот так будет равен с с с сокращаем это время равен 4 делим на 3 минуты это 60 секунд 63 сокращаем значит время 80 секунд 1 минута и 20 секунд уходит давайте для себя найдем второй случай когда человек против эскалатора поднимать так возможно невозможно да здесь потому что видите эскалатор у нас два раза быстрее 7 человек значит если человек идет против эскалатора он не может подняться так теперь следующая задача это у нас уже девятая задача будет поезд двигаясь равномерно за два часа проходит путь равный 120 км найдите скорость скорость равен 120 км или на два часа это у нас 60 км час так десятая задача у нас пассажирский поезд проходит первые 25 км за 45 минут следующие 25 км за 30 минут а еще 25 км за 15 минут чему равна средняя скорость поезда на всем пути в 60 км 60 км 60 км так теперь это тяжелая задача да средняя скорость это общий путь деленный на общее время значит вот с диаграммы постараемся решать 25 км потом 25 уже 50 получилось здесь сколько минут 45 минут а здесь 30 минут потом еще 25 25 километров но нам у нас спрашивает только 60 значит здесь здесь 50 и 10 километров значит 25 км если за 15 минут прошел 10 км за сколько 25 если за 15 минут 10 за 10 так пропорция вот это время будет 10 умножено 15 или на 25 здесь 5 здесь 3 так здесь сокращаем 2 6 минут значит здесь 6 минут будет средняя скорость равен путь у нас 60 км время здесь 45 плюс 30 это 75 плюс 6 81 минута минут в одном минуте сколько часов час делим на 60 час делим на 60 так получается 3600 делим на 81 1 километр час так калькулятор нужен 3600 делим на 81 44 так средняя скорость примерно 44 километр час получается так теперь следующая задача автомобиль это у нас которая 11 задача автомобиль двигаясь применение прошел половину пути со скоростью 80 вторую половину со скоростью 20 найдите среднюю скорость значит пусть путь будет с время первая половина с деленное 2 80 вторая половина с деленное 2 20 это это сколько с деленное 160 плюс с деленное 40 сюда 4 сюда 1 будет 5s деленное на 160 так средняя скорость равен s делим на 5s деленное на 160 так так 32 километр час получается следующая задача это у нас такой график вот здесь говорится сколько он прошел за 3 секунды найдите путь который прошел за 3 секунды смотрим 1 когда 1 прошел у него в начале 4 было так в начале 4 через 1 секунду 6 через 2 секунды 8 значит через 3 секунды будет аналогичным образом 10 метров да 10 метров минус 4 метра с равен 6 метров теперь предпоследняя задача у нас вот дано 3 тела найдите их время встречи и координату встречи из этого графика вот видите 3 объект едет с постоянной скоростью назад да назад потому что координата уменьшается и S стоит на одном месте у него скорость равен нулю а скорость третьего объекта равен чему давайте ну здесь можем только примерно угадать примерно можем найти а нет можно точно найти вот две точки так 8 здесь минус так орината 8 минус минус 6 разница 14 за 4 секунды это 14 4 секунды будет 35 метр в секунду ну а минус короче назад назад едет минус 35 метр секунд так второе тело едет вперед у него так координата здесь здесь было 0 минус вначале минус 4 было делим на 4 секунд значит 1 метр секунд 1 метр секунд так теперь отсюда нам надо найти закон движения так x1 равен 4 до просто не изменяется остается на месте x2 равен чему x2 в начале минус 4 было плюс 1 умноженное тогда x3 у нас 8 минус 3 с половиной то теперь места встречи x2 и x1 когда x1 и x2 равны друг другу 4 равен минус 4 плюс так 2 и 1 до 2 и 1 значит они встречаются когда 8 секунд проходит координата будет 4 метра так первое тело и третье тело 4 равен чему 8 минус 3 с половиной то значит здесь 3 с половиной то равен 4 время примерно 4 делим на 3 3 с половиной 3 с половиной 3 с половиной 1.14 секунд координата ну конечно очевидно 4 метра вот так теперь теперь первое и третье тело первое и третье тело 4 нет второе и третье тело минус 4 плюс т равен 8 минус 3 с половиной то а здесь 4 с половиной то равен 4 ой равен чему 12 время 12 делим на 4 с половиной 2 и 7 секунд координата так то минус 4 1 и 3 1 и 3 метра вот так хорошо теперь последняя задача здесь видите скорость график скорость от времени дано так теперь это тело за 8 секунд сколько путь проходит путь за 8 секунд для этого в таком графике мы просто можем найти его площадь общей площадь видите вот здесь минус 4 значит минус 8 да вот это 8 вот это 2 треугольник минус 8 нужно 2 делим на 2 минус 8 с 1 пусть вот это будет с 1 это с 2 так с 2 равен двойка четверка нет это не четверка минус 4 здесь 0 но здесь сейчас 4 0 здесь что-то с числами проблема кажется вот так давайте вот так нормально пишем 4 а здесь пусть будет минус 4 тогда вот здесь уже четверка здесь двойка будет значит минус 4 умноженное 2 делим на 2 будет минус 4 плюс путь то путь же мини координаты путь поэтому 4 время метра проходит путь всегда будет положительный вот здесь тоже 24 делим на 24 плюс здесь вот четверка умноженное 2 8 плюс вот здесь вот эти две треугольник они равны друг другу они равны вот этому треугольник вот это и это 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 7 умноженное 1 так 1 умноженное 4 4 значит 8 16 20 метров столько это путь проходит на этом наш урок подошел концу до свидания вот это и 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 Продолжение следует...